Благодарна Богу, что на самом деле у Бога ничего случайного не бывает. И Бог меня привел именно в ту церковь и в то время, которое Он запланировал. Аминь. Слава Богу. Спасибо большое. Здравствуйте, церковь. Мое следствие такое. Так получилось, что я в своей жизни с некоторых пор, сколько я вообще себя помню, я не строю себе памятник, но я обычно помогаю людям, незнакомым людям, чужим людям. И иногда я слышала от некоторых людей, что вот зачем я помогаю, это же не семья, это чужие люди. Вот ты любишь, вот ты своим не помогаешь, чужим ты помогаешь, и там ты любишь чужих людей, детей больше ты любишь, чем своих. И это неправильно, это неправда. Просто я отношусь к людям, как бы я хотела, чтобы они ко мне относились, и к чужим детям, как бы они относились к моим детям, когда меня там нет, когда меня нет, чтобы я их защитила, чтобы я их направила. Потому что в моем детстве я еврейка из Белоруссии, и так получалось, что были такие серьезные притеснения в мою сторону, ну как в еврейском национальности девочки было везде, и в школе, и на детской площадке, и в пионерском лагере, везде. Вот. И не всегда моя мама там была, или мой папа. То есть, когда я жаловалась, они приходили и разбирались, всем давали, конечно, прикурить, но иногда их не было, они работали, я была на детской площадке. И вот некоторые мамы, сори, некоторые мамы так любят своих детей, так за них все время заступаются, что им не важно, прав их ребенок или не прав. Они типа за него глотку порвут, такое выражение было. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, этим ребенком, которого как бы... Обижают. Обижали несправедливо. Я была очень часто. И эти мамы, они как бы очень-очень сильно меня, ну, обижали. И люди другие, и чужие люди. И из этого я выросла с твердой уверенностью не поступать, как они. И поступать по справедливости. Поэтому, когда какой-то ребенок прибегает ко мне и жалуется на моего сына, я, то есть, в первую очередь, я не начинаю ругать там своего сына, но я, если там он кровит, или у него шишки, или он сильно-сильно плачет, я понимаю, что его кто-то сильно обидел. И сразу я вижу в этом плачущем ребенке своего. И меня там нет. То есть, я обеспечу сначала безопасности, там, приголублю того ребенка, а своего пока так приструню. Потом я с ним разберусь и объясню, что так не надо делать. И так далее, и тому подобное. То есть, воспитание будет потом. А пока что в этой ситуации я успокою того ребенка, который плачет. Ну и вот. И очень много таких вещей я делала в жизни для чужих людей. Я относилась к своим. И я очень часто слышала такую фразу, извините, но я ее скажу. Ну что ты вот к чужим людям? Ну чужие люди же не семья. Ну вот нету большей дуры, чем ты на этом свете. Отдаешь последнее там, заботишься, делаешь такие вещи, которые нужно делать только для своей семьи. Для чужих людей это не делается. Вот. И мое свидетельство в том, что, слава Богу, я нашла еще такого человека. Одного. Но этот человек делает все намного на большом уровне. Он помогает намного большим количеством людей. Он относится к чужим людям, которые не кровь, не друзья, не семья, как к своим. И еще самое главное, что, пастор, я вас очень уважаю. И вы дали мне большой авторитет. А я это не говорила в жизни ни одному человеку. То есть моя мама для меня авторитет. Она мой лучший друг. Мы с ней общаемся. И я спрашиваю у нее совета. Но в моей жизни не было в миру людей, которых бы я посчитала за авторитет. Чтобы они знали больше, чем я. Они пожили больше, чем я. Были умнее, чем я. И так далее и тому подобное. То есть это своего рода, я не знаю, эгоизм или превозношение. Но когда мне нужно было к кому-то обратиться за помощью. Или что-то поддержать меня или направить. У меня не было таких людей вокруг. То есть если это были не герои каких-то книг, литературы. Или там в фильмах. Или люди, которые чего-то добивались в своей жизни. То есть это были персонажи там где-то. И может быть кто-то был из них для меня авторитет. Но вот так в жизни вокруг меня не было. И я учусь каждый день у вас всему, во всех сферах моей жизни, как нужно любить даже тогда, когда вас обманывают, когда вас предают, когда обещают и не выполняют. И вы продолжаете любить. Вы продолжаете верить. Может быть, хватит, Лена. Людей, которые, ну, недостойны вашей любви. Все равно продолжаете это делать. И я учусь этому, я смотрю на все это. И я, конечно, очень много чего могла бы еще сказать. Но вот это наш пастор. Я все остальное забыла. Я очень люблю, очень его уважаю. Это человек с большой рукой для меня. Это большой авторитет. И я всегда ищу у него направление, ищу у него слово. Я знаю, у кого спросить. Я очень-очень благодарна Богу за то, что он привел меня в эту церковь. И поставил на мой жизненный путь такого человека, как я. Он такой, как я, только больше, больше. Он даже выше меня во многих отношениях. Я на каблуках, он выше меня. И, короче, все остальное потом. Слава. Спасибо. Спасибо большое. Я понял. Короче, это уже не свидетельство. Это уже каждый выходит меня поздравлять. Нет, вы знаете, это все-таки свидетельство. Я приветствую вас всех. И я хочу сказать вот, что Ленка тут напустила сырости. Чего, спрашиваете? Женщины, чего ревете? Такой день чудесный. Спасибо Господу за этот день. Спасибо Ему. Это Он сотворил. Это Господь наш Бог. Это та величина. Это та незыбленная и несменная единица, которая должна быть в каждой жизни. Вы знаете, я поняла с приходом в церковь нашу. Я поняла, что в жизни каждого христианина, наверное, должны быть три такие несменные вещи. Это доктор, лоер и пастор. А доктор зачем, когда пастор лезет? Обязательно. Потому что доктора тоже... Некоторые вещи пастор не может залезть. Да. Но пастор самая глобальная единица в этом треугольнике. Он и психолог, он и психотерапевт, он и папа, он и мама, он и жилетка, он и хороший друг. Пастор это все то, что можно объединить вообще в нашем дорогом пасторе Юрия. Мы вас очень любим, пастор. Я хочу еще раз воздать Богу славу за тот день, когда Он подарил вам жизнь. За тот день, когда вы выбрали этот путь. Вы пошли правильным путем. Я верю в это, потому что у вас огромное сердце. И в нем очень много места для каждого. И я благодарю Бога за тот день, когда два года назад тоже Он привел меня в эту церковь. Спасибо моему мужу, что Он... Спасибо Богу, что допустил ошибку в нашей жизни, в нашей семье. И эта ошибка привела к такой замечательной встрече с Богом. И к замечательной встрече с нашим дорогим пастором Юрием. Мы вас очень любим. Мы вас поздравляем. Поздравляем. И хочу сказать, ну, такие пару свидетельств. То есть когда-то... А тебе тоже персональный микрофон. А? Тебе персональный. У вас все семейство с микрофонами. Да. И хочу сказать, то есть действительно, когда у нас в семье какое-то уже... Что мне нравится, уже когда у нас в семье конфликты, мы не можем решить. Дочка звонит пастору. Пастору. Пора вмешиваться. Поэтому, действительно, сколько... Ну, спасибо просто. Наша семья, она здесь сохранилась. Она... То есть Бог воссоединил, и здесь мы как на сохранение. Знаете, вот. Поэтому, когда тяжело, да. И сколько вот у меня тоже моментов, когда и люди в нашей церкви, которые нам предавали. Я смотрел, как... Ну, я... Иногда меня просили выступать арбитром. Я прижал к пастору, говорил. Ну, как вы так-то можете поступать? Пошли. И мы шли, и я видел, как тупо, скажу, тупает. Как правильно теперь очень во многом... То есть... Вообще во многом я принимаю решения всегда. Из опыта того, который был. Всегда я видел, как это происходит. И спасибо очень много, нас учите. И это действительно так. И я просто призываю всех. Это не просто Юра. Он не хочет быть выше вас и круче вас. Это человек, который действительно везде поможет. И даже... Ну, в многом случае, там, харакейны, когда были, когда он... Когда он выгребал мексиканцев, когда бутерброды резал делал. Ну, мало людей, которые могут так взяться. И поэтому нам надо много учиться. Спасибо, пастор, за свой личный пример, который вы показываете для нас. Спасибо вам большое. Спасибо. И спасибо. И к нам, не за глядь, за кольцо. Спасибо вам. Пастор, это от нашей спортивной семьи. Ты будешь петь? Не будешь петь? Пастор, мы поздравляем вас еще раз. И мы хотим отдать Богу славу за этот день. Два года назад, который привел еще раз в эту церковь, господин пастор. Я буду просить Господа неустанно, чтобы Он вам дал здоровье, чтобы Он вам дал мудрости немного остановиться для отдыха. Потому что здоровье оказалось в большой связке с этими остановками. И я хочу, что мы хотим, и, наверное, ко мне присоединится вся наша церковь, что мы хотим, чтобы все ваши проекты, все ваши мечты, чтобы они были созвучны с планами Бога, и чтобы они сбывались. И, как вы уже нам сказали, этот год сопутствует этому. Спасибо вам огромное. Я возьму на себя смелость. Может быть, кто-то еще хочет посвидетельствовать, воздать Богу славу. Пожалуйста, проходите на сцену, если у кого-то есть. Есть. Ну ладно. Я просто думал, у нас будет послеслужение же мероприятие. А вы с ним, пастор, думайте. Мы же не знаем, что вы думаете. Сегодня я не сценарист. У нас у всех есть свидетельства. Я понял. Слушай, что взял и не встал. А я бы встал. У него температура. А я бы встал. Он еле пришел. Я не могу потом тебе. Я персонально. Хорошо. А мы вас посадим. Проходите плотнее туда, кучнее. Это будет фотография. А, это фотография. Проходите, проходите. До чего вы спухались? Проходите. Какой-то персональный вызов. А, я иду на этом снимать. Фотографии. Иди туда, иди. Иди туда, иди. Даже на видео. А, ну пусть пока снимать. Пастор. Пастор Станки в кадр тоже. Я больно. Пастор. А мы здесь. Дорогие наши, дорогая церковь, дорогие наши прихожане, дорогие наши братья и сестры. Давайте все вспомним. Сейчас вернемся в наше советское детство. Мы все родом оттуда. И давайте поздравим пастора и его любимой песни поздравительной. Не американский Happy Birthday, а нашей советской детской, самой лучшей, самой лучшей и самой правильной песни. Давай, маэстро. Не пойте, сейчас будет видео включили. Пусть бегут и убежат пешеходы поужат, а вода по асфальту рекой. И не раз нам поможет этот день не поможет, почему я веселый такой. А я играю на гармошке, у прохожей найду. Сожаленью, день рождения только раз в году. Пусть бегут и убежат пешеходы по асфальту рекой. Присаживайтесь. Сегодня мы хотим это чудо отдать тебе. Слава Богу. Я считаю, что Бог сотворил огромное чудо, когда ты явился на этот свет. Я думаю, что это был большой план Божий, который Он вложил изначально в тебя. Аминь. Это огромный подарок, это большое чудо. И мы всегда восхваляем только Бога. Аминь. За тебя, за сегодняшний день мы восхваляем только Бога. Аминь. Стоит Маня, желает держаться за животное. У тебя сегодня чудо. Я хочу тебе опоздать. Я думаю, неужели она мне сейчас сказать, все, Софика есть. А вопрос это скажет про меня. Спасибо. Спасибо. И мы хотим еще всей церковью поздравить тебя. Это я. С детства, детства, ты туда бежишь. Не заигрался я еще со собой. С детства, детства, ты туда бежишь. А я хочу получить ее в голову. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Девочки, вся улица светла, не обижайтесь, девочки, что для солдата главное, чтобы его дальнокая в Америке жила! Девочки, вся улица светла, не обижайтесь! Девочки, вся улица светла, не обижайтесь! Но у Бога был свой плач. Звезли звук и я поювил тебя. И, ищусь твоя, но я не знаю, и я не знаю, и я не знаю, и спас меня любит тебя любит тебя любит тебя ну, уже б тебе не было и с тобой не пропусте 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я благодарна Богу, что Он мне, той, которая этого не заслуживает, даровал такого человека, который действительно без какой-либо корости и без каких-то условий просто любит людей. Любит такие, какими они есть. Любит так, как любил их Иисус. Я благодарна Богу, что в моей жизни есть большой пример, у которого есть учиться. Я могу учиться. Я благодарна Богу за Тебя. Я благодарна Богу, что Он Тебя подарил мне. Именно мне. Кому другому. Я славлю Его за это. И будь счастлив. Вместе со мной. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. Я потому что увидел, что хэппи-берзер пастор Юра. Кто-то придумал такое написание. Там Кришная чершню лад написано. Это что? Пастор, мы битрировки. Мы от всей церкви вас поздравляем этими чудесными и красивыми цветами. Спасибо. Потому что, знаете, всегда приятно получить цветы и женщинам, и мужчинам. Вы знаете, что каждый из нас знает, что цветы, как правило, оставляют запах на руках тех, кто их дарит. Но мы дарим вот эти цветы вам, потому что вы оставляете след в нашей жизни. Такой след, знаете, который действительно меняет нашу жизнь. И мы вам очень благодарны. И мы вам желаем, чтобы за этот год, до следующего года вашего дня рождения, в нашей церкви было столько членов церкви, сколько лепесточков на этих розах. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы дарите много радости. И сегодня не зря вы в этой желтой рубашке, которая действительно как солнце. И вы для нас огромное, огромное солнце, которое согревает нас солнечными лучами каждый день. Спасибо вам огромное. Аллилуйя. Спасибо. А теперь, так как у нас пастор гражданин Америки, мы споем Happy Birthday. Конечно. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear pastor. Happy Birthday to you. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо большое. Присаживайтесь. Я думаю, уже все, уже не будем поднимать все, Василис. А вам жалко, что вы? Валентина вчера была на Лидерском, и она поняла, вчера, о чем мы разговаривали. И, ну, то, что она говорит, что, чтобы Бог дал нам столько людей, сколько будет здесь лепестков. И она знает, что это же ей же придется делать, людей приводить. Так что это пророчество не только для меня, а для всех, кто был в Широ-Лидерском. И не был тоже. И не был тоже. Вот. Тая. Тая, это как моя... Я к ней, когда прихожу домой, я говорю, я как у своей любимой бабушки. У меня есть мамы, и есть у меня бабушка. Я вообще хотела посвидетельствовать сначала о своем. Но это быстро будет. Когда все выходят свидетельствовать, а я думаю, я вообще плохая прихожанка. И вообще вроде я верю в Бога, но я не замечаю таких сбегов, ничего. Вот сейчас у меня случился сбег. Я где-то недели три назад страшно заболела. У меня тут горело. Я за три позвоночники. Я за три дня стала серая. Ему гримаса муки не исходила с лица. Я молилась и лечилась. И я сегодня такая счастливая, что все это прошло. А могу, а я знаю, такие валячки остаются надолго. Это спасибо большое. Я хочу сказать о Юре. Во-первых, вот мы все говорим и все его любят. Но я хочу обратить внимание. Он мне помог немножко сквозь компьютер. И мне многие помогали. Пусть никому не будет обидно, но то, что Юра учил, он как-то так легко говорит, и он не пропускает. Вот сделай, а теперь повтори. И проверяет, или я усвоила. И это он так во все. И хочу я еще сказать. И вот я эти дни думала по сравнению с моей семьей. Я не имею претензий. У меня хорошая семья. Но здесь у меня гораздо больше и внимания, и заботы всего. И потом, я хочу, чтобы обратить сегодня на громадьем его замысла. Когда я думаю о человеке, который замышляет такие грандиозные прожекты, и они сбываются, так вот это я хочу обратить внимание. Я понимаю, какая величина перед нами. И как мы ему благодарны и любим его. Вот самые такие большие, ну, не события, а действия, факты. Вот мы благодарим вас и уважаем. И будьте здоровы с Богом. Спасибо. Такое чувство, что та я вчера была на оргкомитете. Потому что кто-то из лидеров тоже сказал, говорит, столько такое громадьё. Именно это слово, помните, кто-то упомянул. Громадьё проектов. Потому что до конца декабря у нас есть около 30 проектов, которые мы будем делать. Вы о них узнаете в апреле. Но уже даже в марте вы уже будете видеть, что наша церковь будет меняться. И движение в нашей церкви будет немножко изменяться. Мы немножко поменяем курс. Всё, свидетельств больше нету? А, роза, давайте. И потом я хочу пригласить одного человека. Я хочу тоже поблагодарить судьбу за то, что мы год с Валерой, наверное, уже два года как здесь, да? Не знаю. Такое чувство, что вы никогда не уходили. Да, как будто и не уходили, и вот пришли, и пришли. Вот я хочу поблагодарить, действительно, потому что когда мы только с Валерой сюда пришли, у нас тоже как-то было немножко на каком-то распутье. И когда вы сюда пришли, как-то вот сразу, хотя я ещё людей не знала, никого не знала, как-то семьёй запахло, вот так, может, грубо говоря, но как-то по-семейному всё было, и как-то здесь настолько было хорошо, и расположил моментально Юра, и мы стали ходить, и я очень довольна, потому что, Юра, у вас, знаете, очень такая отличительная черта. Вы лёгкий человек. Вы, знаете, у вас все проблемы, насколько легко решаются. Вот действительно, вам позвонишь, допустим, там уже накрутил, накрутил, и вылезти не могу. А, Юра так с лёгкостью скажет, и где-то обличение, клопну трубку, что-то вначале не то, а потом начинаю размышлять, а ведь действительно, легко облегчается, тем, что он с лёгкостью это преподносит, весёлый, задорный. Дай Бог вам здоровья и всего самого лучшего. Вы чудесный человек, и ваше семье благословим. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу. Я хочу пригласить двое. Его мало кто знает, но это первые приказания нашей церкви. Вообще, самый первый. Потому что именно с него началась наша церковь. Потому что когда Бог мне сказал, что всё, я должен начинать церковь, и что Он сказал, что это 14 февраля, но мы с Мариной начали 14 февраля церковь, и этот зал был пустой. Я помолился, и в понедельник пошёл на пасторскую работу. Я говорю, Господи, но если ты хочешь, чтобы я как-то служил в этом городе, то дай хоть одного человека. И тут ко мне позвонила одна женщина, говорит, я хочу тебя познакомить с уникальным бизнесменом, который даст тебе много консультаций, который научит тебя, как жить в Америке. Я приехал к нему в Америку, пришёл к нему, он был на тот момент как работник банка, Банков Америка. Я пришёл к нему, он такой весь модный, весь такой знающий. Я хоть даже был на годовщине, но он не пришёл. Ну так я про него просвидетельствую сейчас. Он такой весь такой, знаете, моё время очень дорого стоит, ты не знаешь, как в Америке, каждая секунда стоит денег. Я говорю, окей, что нужно сделать? Ну, я сегодня вечером, у меня будет 40 минут в спортзале, если ты хочешь, можешь прийти, а у меня ни копейки денег. Но я иду верой, прихожу в этот Белый фитнес, а там оказывается 7 дней бесплатно. Ну, он меня заводит, мы заходим, он говорит, я профессионал Белый фитнеса, я хожу по лестнице. Ну, это единственное занятие, которое он делает в спортзале. Он ходит там по лестнице, по такой, и мы стоим, и он такой матый там, такой хамит мне там, грубит, а я слушаю, уже устал. Говорю, так, стоп. Говорю, знаешь, что, матый, это то-то-то-то-то-то-то-то. Он такой стоит у меня, смотрит, а ты кто такой вообще? Говорю, ну, я пастор церкви. Говорю, слушай, ко мне и рабаи, и православные, и кто ко мне только не ходит. Говорит, ну, со мной так никто не разговаривает. Говорит, а мне вообще все равно, кто как с тобой разговаривает, но при мне так нельзя. И потом мы с ним целую, где-то до двух часов ночи, он мне рассказывал свои жизненные ситуации, рассказывал, какие у него проблемы, хотя он такой, ценил каждую секунду в своей жизни, но я такого покаяния не видел никогда. Он редко приходит, он просто очень деловой, деловая колбаса, очень-очень загор. Но, когда он покаялся, он изучил досконально каждую букву в Библии, и он мало того, что изучил, он живет по этому слову. И, ну, он полностью, знаете, я ходил, порой, я уже не его учил, я уже у него учился именно вот этому вдохновению, потому что то, что я знаю, что было в его жизни, и то, что произошло в него в жизни, на сегодняшний день, да, он менеджер Банков Америка, хотя был там человек, который на волоске висел в Банков Америка, менеджер Банков Америка. Он имеет награду самого лучшего работника в банке. Его семья восстановилась, у него огромные, огромные перемены. Ну, он у нас, знаете, как он у нас в тени, мы с ним периодически встречаемся по мере нашей свободы, но, я хочу, чтобы он тоже, с него все началось. И когда я понял, что Бог дает мне людей, и таких, как есть такое выражение, и не дурных, я понял, что значит, в этом городе будут большие перемены. И я смотрю, вот с него, да, вот он, ну, он очень грамотный, и я смотрю на наполнение нашей церкви. Вот все в нашей церкви такого уровня. Грамотные, целеустремленные, имеют, видят цель, не видят препятствий. То есть, каждый человек, вот такого вот, ну, наша церковь, такого вот, как, знаете, с чего началось, так оно и продолжается. Так что, люблю Боря. Его Боря зовут, кто не знает. Здравствуйте. Знаем. Свою историю я рассказывать, наверное, не буду. Кому интересно, пожалуйста. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, хорошо. Я начну с конца. Начну с того, что у меня сейчас. Сейчас у меня Бог любит так же, как я его люблю. Наверное, я сейчас полюбил Бога так, как меня всегда Бог любил. Просто я про это не знал. И все, что я не прошу, у меня все сбывается, полностью все сбывается, кроме одной вещи. У меня, я говорю, Бог, у меня умирает жена, помоги. Мне Бог дал, у меня жена не умирает. Бог у меня, мне надо сработать помощь, мне Бог дал четыре работы. Сейчас. И мне все заняты. У меня через полчаса сидят ученики, ждут в моей школе. То есть, работаю, я просто не знаю, что мне с ней делать. Нет робота. Бог, дай мне любви, восстанови мою семью. У меня такая семья, у меня моя жена, такой близкий мне друг, который у меня больше, только можно мечтать, только можно в книгах читать. Какой может быть друг, твой человек, который рядом стоит. Обычно люди, которые рядом с нами, самые близкие люди, это казалось отмещение. Мы на них отпускаем всю злость, всю нервозность, все, что мы накопили где-то со стороны. Мы приходим, расслабляемся и можем накричать, наругаться, обидеть. А сейчас это все наоборот. Я прихожу и отдаю тому человеку всю любовь, которая мне накопилась за ней. Рассказываю все интересное, что у меня случилось. Единственное, что мне Бог не дал, мы пошли с ним в шлем, и мы не похудели. Это же еще только начало пути. Да, у нас начало столько лет назад. Четыре. Знаете, нам это не надо. Не надо. Мы то набираем, и, наверное, уже, если посчитать, килограммы, сколько мы набрали и похудели, то можно, наверное, всю церковь нам присоединить. Присоединить. Я хочу одно свидетельство сказать, которое у меня самое последнее. А вкратце я расскажу, что у меня несколько лет назад умирала жена, у нее отказали почки, и буквально за несколько дней, когда я уже совсем несколько дней осталась жить, до того, как ее подключат к аппаратам, когда я уже от отчаяния не знал, что делать, я пришел к пасту Юре, и я говорю, все, теряют человека самого родного, самого любимого. к тому времени мы уже подружились и назад полюбили друг друга, и Юра говорит, ну в чем дело? Попроси Бога, чтобы он дал жене возможность жить. И я попросил Бога, я молился всю ночь, и на утро нам Бог дал возможность обменяться почками, я дал свою почку кому-то, у нас было 12 человек операции в один и тот же день, и один человек, который отдал почку моей жене, и мы спасли в этот день 6 жизней. И оказывается, в то время, когда моей жене делали операции, ей сделали операцию, поставили почку, но было осложнение, и через 3 дня ее положили опять на стол под нож, и опять 4,5 часа операция. И когда ее выписали из больницы, ей стало немножко нехорошо. И я ее привез опять в больницу, и там ей сделали пару уколов, привезли назад, оказывается, в 2011 году у нее был инфаркт, но который она не показала, что у нее был. Никакого не было внешнего. Но у нас в теле есть 3 артерии главные, и как оказалось, 2 недели назад, мы пошли 10 дней назад, мы пошли на обследование в очередной они говорят, мы вообще не понимаем, как она ходит. У нее одна артерия забита на 100%, вторая забита на 80%, третья забита на 60%. При ее положении люди не должны ходить уже давным-давно, а она ходит с 2011 года. и мы начали звонить. Ходите, как оказалось, ее тело вырастило в новой маленькой кровеносной сосудке, которая пошла вокруг и снабжает сердце. Аллилуйя! То есть и у нас еще много-много-много всего происходит. Я уверен, что каждый здесь сознательно или подсознательно, или вы даже, может быть, не подозреваете, какие изменения у вас происходят после того, когда вы научились видеть и общаться с Богом под руководством пастора Юрии. Потому что мы все говорили, о Боже мой, Бог помоги, но на самом деле мы навряд ли общались с Богом в это время. И когда я познакомился с Юрой, я начал в действительном мне все время говорить, ты Лука, ты Лука, 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 потому что я каждое слово я ему звоню, не понимаю, объясни, не согласен, расскажи. И он мне постоянно объясняет, Фома, правильно, и он мне постоянно объясняет, что и как надо, как это надо понимать, потому что каждую строчку можно понимать по-разному. И это должно до нас дойти, иногда надо просто читать целую неделю, иногда на неделю надо остановиться читать и думать над тем, что прочитал, не идти вперед и пропустить, а просто иногда надо остановить и осознать, что же это такое значит. Или попробовать иногда другому человеку объяснить. Когда объясняешь, иногда свои глаза открываются на то, что происходит. Поэтому, наверное, одно из вещей, которые мы постоянно должны свидетельствовать и рассказывать, потому что во время нашего рассказа, во время моего рассказа, мне даже открываются многие вещи, которые, наверное, я подсознательно знал, но я их не слышал, а теперь я слышу свой собственный голос и понимаю, насколько это важно и насколько это ощутимо, то, что происходит. Я не думаю, что это удивительно. Я даже не считаю это чудом. Я считаю, что это так должно быть. Я думаю, что так должно быть, что когда ты показываешь свою любовь Богу, то другого быть и не может, что Бог тебя коснется и излечит раны и даст тебе сейчас одно из самых больших, что со мной случилось, вещей. Я тоже помогал людям и помогал всем и помогал и всегда помогаю. Но единственное, что у меня сейчас меня окружают люди, которые не просто сосут кровь, если вы понимаете, о чем я говорю. Есть люди, которые пользуются моментом и пытаются твое время взять и твои силы взять и абсолютно не имея, даже и не думая о том, что это человек тратит свою энергию и свое время и свои знания и свои деньги на помощь и от этого что-то получить хорошее. Это, наверное, то же самое, как вот есть нищие, которые просят нищету и вы вот такой хороший человек, вы придете дать человеку 10 долларов, даже не знаю, что на 10 долларов он наколется и придет кого-то убьет. Есть люди, которым действительно надо помогать с собой, есть люди, которые надо взять и кому-то привезти, чтобы они помогали. Их даже нельзя трогать. И мне сейчас дал Бог таких людей, которые действительно получают от меня все, что я могу им дать. И они пользуются этим на пользу, на пользу себе, на пользу другим людям и на пользу Бога. Огромное спасибо для самого любимого человека. Аминь. Может, я хочу добавить? Да. Извиняюсь. Я хочу все-таки очень сильно я сзади стояла, я не могу удержаться, я просто знаю эту историю с своей женой. Я помню этот момент, как это все происходило, я просто хочу еще раз акцентировать внимание на славе Богу. Какой у нас чудный Бог. Когда ты, Боря, говори, что у тебя решаются все ситуации, кроме этой, Юра ко мне подошел, сказал, Марина, как только он переступит порог этой церкви, Бог сделает чудо. Боря переступает порог этой церкви первый раз, со всем временем, только они на улице общались, и мы всей церкви встали, и мы молились за его жену, он позвонил через два дня и сказал, в очереди за почками стоят, вы знаете, сколько? Столетия. Да. Столетия. Это я так мягко скажу вам. Люди не получают, люди убирают. Два дня прошло, и ему позвонили и сказали, у вас есть почка. Он переступил порог церкви. Я так скажу, были слова пасторства, как только он сделает этот шаг, Бог благословит его. Я хочу воздать всю славу Богу. Аллилуйя. Господи Богу. Все, кто говорят, что Бог благословит чудеса, нет. Кто-то хочет, тот замечает. Аминь. И хочет, никогда не увидит. Видите его чудеса. Да, но я тоже самое, Марина сказал, когда Боря мне сказал насчет вен, я сказал, когда Боря придет в церковь, Бог сделает и с венами то же самое. Так что давайте поднимемся, будем молиться за его жену. Господь. Господь, я прошу тебя, Отец, во имя Иисуса Христа за Одину. Я прошу тебя, Господь, прикоснись сейчас к ее телу. И пускай все, что сейчас закупорено, оно раскупорится и начнет действовать так, как ты создал. Если это не нужно, тогда создай новые артерии, которые будут работать в ее теле еще лучше, чем старые. Я благодарю тебя, Господь, за Борю, за этого священника в ее доме. Я благодарю тебя, Господь, что ты даешь им откровение, мудрость и заботу, Господь, о своей семье. Я славлю тебя, Отец, величаю тебя, Господь. И я прошу тебя, Господь, дай нам увидеть еще одно свидетельство твоей славы на жизни этой семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Айлуйя. Люблю тебя, Боря. Ты пойдешь или пойдешь? Ты в этом, бейджик не снял. Еще раз. Это он, чтобы доказать, что он менеджер бамбур. Я с одной работы бегу на второй, так что очень приятно всех видеть, кого знаю, кого не знаю. Пожалуйста, возьмите Юре мой телефон, с удовольствием я с вами пообщаюсь, если вы найдете это интересно. Хорошо? Все, благословляйте. Спасибо. Сейчас я приду. А, все. Свети от мужчин к мужчин. Ну, мы живем в Америке, здесь мы больше нового. Прежде чем мы сделаем новшество в нашей церкви, которое, я думаю, все одобрят, я хочу, чтобы мы совершили одну молитву. Сегодня мне Лена подарила глобус. Я очень люблю глобусы, чтобы вы знали. И на этом глобусе есть место, где находится моя страна, в которой я родился. И в этой стране сейчас начинаются военные действия. И уже всех людей, которые возраст позволяет к воинской службе, уже всех призывают в военкомат. То есть сказали, чтобы все явились в военкомат, для того, чтобы формировать военные части. И неизвестно, чем это все закончится, неизвестно, как это все будет, но ситуация очень настроена. Очень серьезно. И есть одно из пророчеств, которое было на Украину очень давно, лет 20 назад, что в Украине будет гражданская война, которая будет длиться 2,5 года. И, естественно, на это все никто не обращает внимание. То есть многие на пророчества думают, ну если сегодня не исполнилось, значит он никогда не исполнится. То есть где-то 20 или 30 лет назад было пророчество для Украины, что будет гражданская, очень серьезная гражданская война. Будет пролито очень много крови. И она будет длиться 2,5 года. И прошло 30 лет, и сейчас мы начинаем видеть. Мы думали, что уже все победа, но мы были с одним пастором в уединении, и мы поняли, что это не победа. Это только начало, начало вот этих всех зародыш. И сейчас то, что мы видим, что оно все зарождается, и мы бы не хотели, чтобы это было, но у Бога есть свой план, у Бога есть своя ситуация, у Бога есть свое понимание этого всего, все, что Бог сказал нам, чтобы мы молились. И если вы не против, потому что мы как церковь мы должны стоять в молитве и проломе, чтобы выделить свое время, когда вы молитесь утром или вечером, вспоминаете про эту страну, потому что многие говорят, я не с Украины, меня это не коснется. Сейчас коснется все страны. Вы увидите, что Россия, она держит под контролем не только Украину, Белоруссию или еще что-то, она как монополия. То, что разделился Советский Союз, это ни о чем не говорит. То есть есть другие политические ситуации в нашей стране, ну, в нашем мире. Так что давайте молиться. Я как раз поставил глобус там, где находятся наши страны, и будем молиться за наши страны. Давайте поднимемся. Господь, я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа за ситуацию, политическую ситуацию, военную ситуацию в жизни наших стран. Я молю Тебя, Господь, не допусти пролития крови. Пускай все решится на уровне кабинетов, на уровне разговоров, на уровне, Господь, мирных решений, Отец. Я молю Тебя, Господь, за наши семьи, за наших друзей, близких, чтобы они были под охраной и защитой Твоей, Господь. Я связываю этот дух разделения, я связываю этот дух агрессии, я связываю этот дух войны в этих странах. И я прошу Тебя, мой Бог, во имя Иисуса Христа, пускай Твоя охрана и защита просто и зальется на все границы, на всех людей, на каждого политика, на каждого офицера. Я молю Тебя, Господь, пускай не будут, пускай офицеры не выполняют противозаконные приказы. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь, и я верю, Отец, что мы увидим Твою славу, мы увидим Твою силу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста. И сейчас новшество, и потом уже будет группа похоронения. Мы сегодня немножко затянем в связи с моим днем рождения, если вы не против. Чуть-чуть. Обычно мы до полседьмого, а так мы закончим где-то. Обычно до полдвенадцатого, сегодня до часа больше. Сейчас новшество. Очень, я придумал одно новшество. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, Христос, мой Бог, Христос, мой Бог. Никому и никогда не постижу ты в Твоих, Тебе верить, на все я могу. Люблю всех, для всех своих. Знаешь, ты всю жизнь мою, а вокруг тебя во-любил со мной всегда, мой Иисус. Сощити меня, разная и Тебя, душа моя будет вечно славить Иисус. Я люблю Тебя, Ночи больше нет, ни живет, ни свет. Христос, мой Бог, Он не цель моя, Он не жизнь твоя, Христос, мой Бог. Никому и никогда не постижу ты в Твоих, Тебя верить, не все и могу. Люблю всех, где все свои. Знаешь, ты всю жизнь мою, а вокруг тебя во-любил со мной всегда, мой Иисус. Сощити меня, разная и Тебя, душа моя будет вечно встать Иисус. Ну, вот так я решил делать теперь объявление. Классно. Я думаю, ну, прикольно, да? Прикольно. Но я сфокусирую одно внимание. 8 марта в 6 п.м. мы приглашаем всю прекрасную половину человечества. Вас, с вашими подругами, с вашими соседками, у нас будет очень много подарков, будет прекрасная программа, то есть будет весело. Мы готовим для вас сюрпризы. Так что, пожалуйста, приходите в субботу, 8 марта в 6 п.м. Все, ждем вас. И еще одно. Если вам нравятся такие вот слайд-шоу, это делает наша Света. Отменясь. 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 Если вы хотите упорядочить ваши фотографии или делать подарки, или делать какие-то... Ну, навести порядок с фотографиями, пожалуйста, подойдите к ней, и она с радостью вам поможет за... и недорого. Символическую плату. Да. Пожалуйста, группа прославления. Давайте поклонимся Богу, и потом я буду проповедовать. Сегодня отличное слово Бог приготовил для нас. Символическую плату.